Из книги «Открытым оком» пятый том. Тема Лапкин книги. Вопрос 1496. Так уж принято, что каждый кулик хвалит свое болото. Но у вас что-то нет этого патриотизма к своей ирлюзикции. Вы и им выдаете, как и патриархии. С чем это связано, что вы как-то всегда находитесь кому-то в оппозиции? Как говорил однажды в печати епископ Антоний Барнаутский, что вы не можете, чтобы не стоять в вечной оппозиции. Можете ли конкретно указать, с чем вы не согласны, с какими решениями хотя бы последних трех лет РПЦЗ? Отвечает Игнатий Тихон Шлабкин. Со мной у вас выйдет осечка, если будете мерить по принятым меркам, что каждый лоббирует свою кочку. «Этого в моей жизни не было ни одной минуты. Для меня главное угодить моему любимому Отцу Небесному. Он мне доверил быть полномочным представителем Его закона, дал понимание Его Слова. «И тут уж выдавать нужно только то, что Бог дал мне, а не то, кто уговаривает что-то умягчить, что-то бы не договорить, где бы улистить». Третье царство, 22, 13-14. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них из реки, и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». «Вот передо мною журнал Ишинской Сибирской епархии. Собор. Специальный выпуск декабря 2001 года. Страница 6-я». Цитата. «Упомянутое выше письмо сердцкому патриарху Павлу, по сути имеющее частный характер, не является декларативным выражением общего мнения всей нашей епархии». В действительности же эту корректировку уже начали давать сегодня. Почему бы прямо и не сказать, что письмо изначально было вредное, просто невыносимо негодное, но покаяния нет и стали гнилые подпорки под письмо выстраивать. Это неискренне и не располагает и к иному. Цитата. «Однако даже эти неосторожные высказанные заявления не меняют, да и не могли бы изменить общий курс нашей Церкви, основанный на священном передании и непримиримый к догматическим новшествам и искажениям». Кавычки закрыты. «Курс Церкви не может быть иным, как только на священном писании, иначе это уже и не церковь, а просто общество людей, не связанных с Богом. Или тут опечатка была, или так уж жились в исторических корнях, традиции, которыми трясут всегда, как прежних медалями». Цитата. «Следует всеми силами избегать соблазнов, непогрешимости собственного мнения, ведь, потянувшись за буквой закона, мы часто рискуем соскользу с твердой почвы». Конец цитаты. «Вот тебе, бабушка, Юрий в день. Да если без закона, то о каком же основании мы печься будем и куда соскользнем? Можно тогда крупно на нас ставро ставить узаконенные беззаконники». Страница 17. «В результате многолетнего наблюдения и событий, предшествовавших архиерейскому собору, архиереи Русской Православной Церкви за границей, пришли к выводу, что личный секретарь митрополита Виталия, злоупотребляя своим положением, оказывает на престарелого владыку вредное и опасное для всей церкви влияние. За 11 лет работы при митрополите ЛД Роснянская постепенно поставила его в психологическую зависимость от своего ухода, видя, что нарушается экономическое правило, не разрешающее проживание в архиерейском доме женщины, кроме того, его матери, родной сестры или тети. «Архиереи много раз пытались устранить ЛД Роснянскую, испокоив митрополита, но он всегда ее защищал». Это не вызов КГБ, не к уполномоченным по делам религии, о чем так хорошо говорят те же архиереи, заграничные, когда костерят советских продажных архиереев, но всего лишь гром баба грубая и придерзкая, и уже ничегошеньки с ней не могут поделать 11 лет. И каноны это запрещают, и говорят ему о том его собратья, и в присутствии одегидрии, и коренной, и всяко разно, но он никого и слушать не хочет, так почему бы его самого-то час и не запретить? Или уж привыкли держаться в свои теплые заграничные места, и чтобы только не спихнули с насиженного места, и клюшечку архиерейскую не отобрали? Вся церковь знает о нарушении закона и не кем-то, а тем, кто в глазах народа гарант соблюдения канонов и закона. Но нам зачем закон? С ним так легко соскользнуть. Читай выше. А Тихону почему бы не призвать за пулеметы всю Россию против окаянных большевиков, если Сергия Радонежского не запретили в служении за благословение и схемы вновь выйти на войну, то почему бы и дальше не опирать эти самые каноны, которые как бы не бывшие стали давным-давно скользить, так скользить уж до дна адова? Когда я был в 1992 году в Синодии в Нью-Йорке, то эта Людмила Дмитриевна люто не восприняла меня, терпеть не могла моего нахождения при митрополите Виталия. Он всегда меня звал к себе обедать и молились мы с ним всегда рядом. В храме внизу ему сделали такую загородку, где ему можно опереться. И мне рядом удобно. Он крепко молился. Молитвы не серьезные. И мне легко было с ним рядом молиться. Вот таким он со мной навсегда и остается. И когда она куда-то отлучилась, он провел меня к себе в покое и начал мне выдавать книги. А я прошу, у меня еще брат священник. И всего получил по два экземпляра. Потом надо было в другой склад пройти, в нижнем этаже. А сначала нужно было пройти через секретарскую. И он так торопит меня. Скорее, скорее, пока ее тут нет. Когда же наверху я уже затаривался, успев всю флаклажу, выволочь на лестничную площадку передали в том, Вдруг это объемно является и рубленым голосом на меня. Кто посмел это? Где вы это взяли? Я же мышонком пропищал. Да мне того, этого, это самое. Там владыка Виталий это благословил. И куда пока не уходите в окну, она и скрылась к архиерею. Я же скорее веревочками все пеленаю и в сторону. А это не худо было книжек. Центр на полтора она тут явилась, но меня измерила больше, чтобы туда не заходил. Так меня же сам вла... Я сказала, дверь закрылась. Я никогда не знала вас. Отойдите от меня, русские окаянные, вечную бедность свою. А я радуюсь за то, когда приехал Орлов Никита Феокисович Кисло Санжелеса, Который потом стал священником, он с ней обнимается, хлопает ее по спине, Прижав ее тушу к своей худости, она же его целует. Но неразлучные партнеры по партизанским базам. А я как сиротинка и простоял у лифта, и как князь Владимир думал, им тут хорошо. Страница 18. Уговоры преосвященных архиереев, которые желали оградить митрополитов от этой особы, оказались напрасными. Ни митрополита Лавра, ни епископа Митрофана, ни других епископов другого духовенства Владыка Виталий не послушал. Конец цитаты. Пред чудотворной иконой и чемоданы ватки с миром раздал. Значит, не в старости же это возрастает, а старость пожинает, посеянная в юности. Смысл монаш, что как раз в смирении кроется, а на деле. С епископом Валентином мигом разделались, запретили и сан снять умудрились. А за что? Кому это нужно было? Если отлученные не отрицают учение Троицы, если урокоположение сохранили, допустим, не трудятся, как умеют, перед Богом. Чего ради всех хватают? И душат друг друга, чтобы ему подчинялись. Живите поврось и не бойтесь слова в кавычках раскол. Дело в том, что ни те, ни другие, как при Никоне и Аввакуме, вообще в руки Библию не берут. А все вокруг власти крутят, отлучают, духовно убивают друг друга. Нельзя этого делать. Подобные запрещения на епископа Варнаву и других никогда и никому ничего еще не давали. Они как творили свои дела, так и творят. Да еще и отлучать своих отлучателей умудряются. А с московской патриархией в ее нынешнем виде под страхом расстрела нельзя соединяться. Это мгновенная духовная смерть.